Здравствуйте, дамы и господа! Я рад приветствовать вас сегодня вместе с компанией SkyWorld Community. И речь сегодня, дамы и господа, пойдет о новом инновационном транспорте. Наверное, вы видели уже превью, которая стояла перед нашей презентацией на YouTube. И это транспорт будущего, который люди, объединившись, создают вместе на всей планете. И это не просто концепция или идея, которая рассматривается. Это уже существующие технологии, разработанные десятилетия назад и десятилетиями внедряемые и улучшаемые гениальным ученым, который создал проект, который уже на финальных стадиях завершения 14 из 15 этапов развития инновационно-экологической технологии в руках народа планеты Земля. И именно вместе мы делаем эту технологическую революцию. Ведь сейчас этот мир просто уникален и чудесен. И каждый человек теперь может делать огромное влияние. Конечно же, у меня не получится вам рассказать за один час абсолютно всю информацию о том, насколько потрясающие технологии, какие возможности дает компания SkyWorld Community и как развивает свои технологии Анатолий Эдуардович Юницкий. Ведь эта технология лишь самая первая, самая маленькая, но самая актуальная на данный момент. И, дамы и господа, пожалуйста, после нашей встречи я уверен, что у вас появится неподдельный интерес поизучать больше, поэтому, пожалуйста, посмотрите видео на Ютубе, и вы узнаете, насколько широк все-таки подход данного ученого, и что не одна технология там на один-два года, а у этого человека есть на сотни лет вперед инновационно-экологические технологии. Поэтому интервью с Анатолием Юницким о успехах в 2021 году, о первых коммерческих проектах. То есть, представляете, мы еще не закончили даже проект, но по тем сертификатам, то есть по той части, которая уже сделана, уже люди, так скажем, интересуются, и уже заказаны первые проекты. Поэтому компания будет сейчас развиваться с семимильными шагами. Кроме этого, конечно же, можно поизучать о транспорте будущего, как Анатолий Эдуардович представляет и какие технологии он для этого разработал, как мы объединим всю нашу планету с помощью одного самого разумного, самого экономичного, экологичного, легко интегрируемого, быстрого и безопасного транспорта в истории. Конечно же, поизучать придется и цивилизационную развилку технологическую. То есть, Юницкий представил для всех людей в видеоформате, какие возможности есть у всей нашей цивилизации, жизни на нашей планете. Какие у нас способы движения вместе с нашими технологиями, которые могут помогать нам жить и забирать наши проблемы, рутинную работу опасную, то есть автоматизированные закрывающие технологии. Которые освобождают человека для того, чтобы он был свободен, творил и созидал. Всю, так скажем, простую работу уже способны выполнять наши компьютеры и наши, так скажем, роботы. Поэтому данная сфера будет очень интересна, потому что этот человек действительно понимает, что делать дальше. И если вы хоть чуть-чуть окунетесь в это, вы с удовольствием поделитесь этим и с другими людьми, потому что это действительно восторгает. Так же, как и будущее наше проживание. То есть проживание в эко-городах или линейных городах, эко-кластерах. Например, в подобном городе от тысячи до пяти тысяч человек могут проживать с полностью всем необходимым, что нужно человеку для жизни. То есть можно будет не зависеть от остального окружающего мира. То есть это собственная энергетика, это экологические дома, все замкнутые системы. И человек может действительно теперь больше творить и больше созидать. с помощью таких. Они уже представляются. Это не то, что, опять же, концепция. Они уже разработаны, представлены и ими уже заинтересовались. Например, в Объединенных Арабских Эмиратах, где у нас огромное сотрудничество. Также будет очень интересно формула будущего. Анатолий Эдуардович представил, если я не ошибаюсь, в 2021 году в октябре на ГИТЭКС в Арабских Эмиратах потрясающее презентацию, свое видео с полным объяснением, как сейчас. Как сейчас двигается развитие нашей цивилизации? И где, и каким образом ее можно улучшить? Что создало потрясающую волну интереса и к Юницкому, и к нашей струнной технологии, но и не только. Ко всем технологиям Экомира. А это несколько разных технологий. Так, ну и, конечно, новые рекорды ЮСТ. Нашей технологической компании, которая развивается по всем этим частям. А моя задача сегодня для вас... Давайте познакомимся. Меня зовут Артем Курбанов. И я всю жизнь изучаю информацию и стараюсь более компактно, скажем, несколько лет изучал, а за один час передать вам максимум вытяжки для того, чтобы, если мы даже ни разу больше не увидимся, вы смогли и воспользоваться во благо своей жизни. И когда-то я начал узнавать, как можно еще влиять на планету, именно целиком на всю планету. И начал искать, какие способы развития проектов, может быть, собственных каких-то компаний или как люди объединяются сейчас с помощью интернета. И нашел народное финансирование. Нашел сотни проектов, в которые люди, объединяясь вместе, без государств, без крупных корпораций, без компаний, просто у кого-то есть идея, у кого-то есть временное ее исполнение, у кого-то есть средства, но нету других частей. То есть у каждого есть что-то одно из трех. И эти люди объединяются международно и создают фантастические компании, корпорации, продукты и услуги. И именно то, что необходимо народу, самому человечеству, не каким-то отдельным государством или властьимущим или очень богатым людям, а конкретно, что сам народ использует. И это, так скажем, развилось за последние десятилетия просто фантастическим образом. В итоге я изучил множество технологий и продуктов. Из них есть что-то интересное, но найдя струнные транспортные системы и технологии Анатолия Эдуардовича Янисского, я понял, что все остальное и рядом не стоит. Потому что именно здесь есть влияние на всю планету. Именно здесь есть польза каждому человеку. И в будущем от технологий. И здесь и сейчас от способа его развития и способа продвижения. Поэтому, дамы и господа, перед вами будущее, которое доступно абсолютно каждому человеку. И это та технология, которую мы сегодня с вами рассмотрим. И компания SkyWorld Community ведет свою работу так, помогая развивать инновационные экологические технологии, что все аспекты, которые вы сейчас видите на экране, можно улучшить или удовлетворить. Так скажем, создать больший поток чего-то из этого, либо всего из этого, в зависимости от того, сколько времени и усилий мы во что-то вкладываем. Соразмеримо нашим усилиям, всегда мы получаем вознаграждение. И это именно тот случай, когда можно заниматься созидательной деятельностью и при этом расширяться по всем, я вам скажу, благостным направлением, ну, если, так скажем, мне оценивать. И это очень здорово, потому что нас 8 миллиардов человек, дамы и господа, просто представьте, 8 миллиардов человек, мы одна из самых движущих сил на этой планете. Хотя мы всего лишь один из 12 миллионов видов живых организмов на нашей планете. То есть 12 миллионов видов семи, и мы только одна. И мы самое влиятельное. Но, кроме этого, на нас-то накладывают очень важную ответственность. Потому что раз мы влиятельны, значит, мы ответственны за происходящее здесь. И вы видите, что происходит с нашим миром? Технологии. Технологии помогают нам. Технологии – это наше детище. И с помощью технологий жизнь менялась. То есть мы с помощью каждой новой технологии начинали развиваться лучше, сильнее. Наша жизнь становилась либо лучше, либо быстрее, либо безопаснее. Ну, так скажем, может быть и разные еще дополнительные комбинации. Но с появлением, так скажем, ключевых технологий, например, как электричество, мы перешли в третий технологический уклад. То есть технологии уже идут с нами, и мы никуда от них не отвяжемся. Они будут. Поэтому технологии, они везде вокруг нас, и это касается каждого. Неважно, у вас есть концерт по созданию технологии или нет, вы все равно живете вокруг вас технологии. И от нас теперь зависит после появления интернета пятого технологического уклада. Когда люди с помощью гаджетов виртуальной реальности интернета объединились по всей планете, они стали настолько мощны, что могут теперь менять планетарную историю. То есть создавать технологии, которые будут менять нашу жизнь и наше существование на этой планете. То есть до этого доросли. И видя сколько тысячи компаний развились уже за последние десятилетия с помощью народного финансирования. То есть люди сами делают то, что лучше всего для них, становятся их совладельцами этого, основывая это и поддерживая, развивая это, пользуются продукцией с удовольствием и еще и получают прибыль. То есть сейчас все технологии и все возможности переходят в руки людей. И смотрите, так было не всегда. То есть до появления пятого технологического уклада вот эти компании, которые сделали тот мир, в котором мы сейчас живем, таких возможностей не было. Не было такой коммуникации, как у нас сейчас с вами. Что мы, каждый, находимся в своем городе, в своей стране, у себя дома, в своем кресле на фоне своего моря. И при этом находимся в одном пространстве для того, чтобы передавать информацию, задавать вопросы, отвечать на вопросы и делиться знаниями. То есть тогда это развитие было гораздо тяжелее. Сейчас же здорово, что у нас есть возможность, не тратя время на поездки куда-то, просто подключиться, один клик через телефон, и мы уже с вами общаемся. И это очень здорово. Потому что, смотрите, если бы раньше вам сказали о вот этих вот компаниях, которые сейчас стали настолько огромными, задумаемся почему. Они были нужны людям. Изначально многие не понимали, зачем это будет нужно. Понимали только те, кто это создают. И может быть кто-то, кто еще имел, так скажем, футуристичное представление, куда заведут технологии. Когда компьютер еще был размером с комнату полную, большую. И вот эти компании, они развились невероятным образом именно потому, что они представляли то, что на этот момент больше всего необходимо. А нам была необходима информация, передача информации, чтобы в каждом уголке планеты информация была, чтобы мы могли покупать товары, чтобы мы могли оплачивать эти товары, чтобы у нас в компьютерах были новые модели, новые программы, новые мощности. То есть эти компании создали тот мир, который мы знаем сейчас, и поэтому у них такая огромная капитализация. То есть маленький кусочек компании, которая была нужна людям, и поскольку люди и пользовались, и они развивались. 10 долларов, например, в компании Google стали стоить 100 тысяч долларов. Это естественная капитализация. Это историческая статистика, вы можете ее проверить. Сейчас уже, наверное, даже больше. Или компания Alibaba. 100 долларов за 18 лет, миллион 700 тысяч. То есть насколько компания может развиться, если она необходима человеку? До невероятных масштабов. Просто до невероятных. Но это все информационная технология. То есть мы пересылаем деньги за секунды, информацию гигабайтами, можем позвонить на другой континент, либо по видеосвязи разговаривать с другой стороной нашего земного шара. Уже, наверное, даже без задержки. Но это все информационные технологии. И мы делаем все быстро в информации, но в физике передвижение – это то, что сейчас больше всего тормозит и губит человечество. То есть транспорт, который давал нам невероятные возможности, сейчас он очень сильно ограничивает и вредит нам. И поэтому эти все технологии гораздо меньше по своему объему и масштабу влияния, чем та технология, о которой сегодня у нас есть с вами возможность поговорить с помощью интернета, с помощью Мирополиса, Зума и прочих возможностей. То есть перед вами не просто концепция, а существующая, практически реализованная технология, которая по своему масштабу гораздо больше предыдущих всех. И те капитализации сумасшедшие, и те дивиденды, которые получены за те 10, 20, 30 лет компаний, которые вы только что видели, это все ничто по сравнению с самым крупным бизнесом в истории человечества. Транспорт, транспортная отрасль, физическая. И именно с помощью этой технологии, развивая ее и внедряя ее по всей планете, мы сможем дать абсолютно новый толчок для движения в мире. Ведь сейчас пора переходить в шестой технологический уклад, когда технологии все будут основываться на том, быть им или не быть, что они улучшают мир, улучшают жизнь всего живого, а не только людей, и никак не вредят. Именно подобные технологии и делает Анатолий Эдуардович Юницкий. Именно подобную технологию мы уже сейчас завершаем. И завершив ее и выведя на самофинансирование, на самоокупаемость данную компанию технологическую, мы продолжим делать следующие технологии. Экодома, линейные города, производство электричества, гумус, плодородная почва черноземного типа. И вынос вредной технологии, именно вредоносной, в ближний космос, либо за орбиту, так скажем, оставив нашу биосферу безопасной, чистой, быстрой и такой, чтобы в нем хотелось родиться. И Анатолий Эдуардович в течение всей жизни понимал, что происходит, что происходит с нашим миром, как он развивается и куда он идет. И уже тогда, с юных лет, начал разрабатывать целую серию технологий. Посмотрите просто на это. Это действительно будущее. И это не визуализация. Это фотографии. Я катался на всех, кроме двух. Скоростной сверху, который 600 км в час, это как раз последний, 15-й этап для завершения. 600 км в час, дамы и господа. И Юнивин, который маленькая капсула ровно по центру, это на колтюбинговой трубе, это решение последнего километра, когда можно будет ставить опоры 2000 метров между анкерными опорами. Просто представьте, у вас чистая планета, безопасный первый уровень, где гуляете со своими детьми, с животными, где вы работаете, отдыхаете. Он безопасный. А транспорт летит спокойно и также безопасно, экологично над вами. Может проходить любые участки. Над домами, над озерами, над оврагами, над реками. То есть мы сможем сделать технологию, которая будет полезнее, чем все существующие традиционные транспорты, и при этом не будет вообще никак негативно влиять на окружающую среду и на самого человека. Просто вдумайтесь, какой масштаб. И это очень легко проверяемо. Вы сможете убедиться в этом, если хотя бы чуть-чуть еще поизучаете всю философию этих технологий, посмотрите, насколько Юницкий продвинулся, так скажем, в благополучном развитии с нашим миром. И моя задача рассказать вам и объяснить, почему это касается вас. Как это вообще может касаться вас, какие-то технологии по всему миру, либо транспорт. Но представляете, дамы и господа, если раньше мы могли сказать, что это нас не касается, потому что нужно сделать невероятные усилия, чтобы хоть как-то в мире повлиять на это, то сейчас с появлением интернета мы можем менять практически все на нашей планете тем, что нас много. А в нашем проекте уже более 500 тысяч человек из более чем 200 стран мира. Представляете, насколько важное дело делает эта технология, что так много людей поддержали ее и довели уже до 14 из 15 этапов. Потому что люди поняли, что где бы ты ни был, какой бы у тебя ни был машина, мотоцикл, либо вообще нет, либо ты едешь общественным транспортом, летаешь ты или никогда не летал. Все, что происходит на планете, теперь влияет на всех людей. И транспорт – это одна из важнейших вещей, которая на нас влияет и дает нам скорость развития, обучения, перемещения, работы. И один из первых транспортов, который нам помогал – плавательный. Он сделал огромное дело, он расселил нас на всей планете, открыл пути торговли, обучения, обменом опытом и умениями. Но сейчас, в 21 веке, передвижение с помощью двигателя внутреннего сгорания и с такой затратой энергии, с такой затратой топлива, ресурсов планеты, и ехать, плыть точнее, или как говорят, ходить дни, недели или месяцы от одной точки до другой. Так нельзя удовлетворить потребности человека. И это очень дорого получается. А кто платит за все это? Конечно же, конечный потребитель. И за то, что строят суды, верфи, порты и эти транспорты наши государства – это тоже наши налоги. И за то, что он долго идет, где-то простаивает, это добавляет стоимости, и потом еще долгая доставка до нас – все это тоже идет до конечного потребителя. То есть за все платит конечный потребитель. Каждый человек может это изменить. Представляете? Тем, что мы поставим более разумную транспортную систему, она будет быстрее, она будет меньше, так скажем, кушать ресурсов, и получится, что мы будем быстрее и дешевле получать наши товары. И еще, если мы станем совладельцами этого и ускорим, то также мы будем получать еще и прибыль с того, что быстрее и дешевле получаем наши товары. Ведь именно грузы перевозки являются самым дорогостоящим бизнесом в мире. И самым коррумпированным, хочу заметить, именно поэтому не одно десятилетие пытаются продвинуть много экологических технологий. Слава богу, сейчас через народ у нас это дело получилось. И вроде бы масштабные палки в колесах, можно назвать так, уже не вставляются в продвижение. Но множество было пройдено за последние годы. И этот транспорт, например, плавательный, он уже не подходит под человека 21 века. Так же, как и авиатранспорт. Потому что просто представьте, сколько энергии сжигается, чтобы поднять 50 или 100 тонн самолет в воздух. Какое изменение воздуха негативное происходит, которым мы же дышим. И смотрите, это у нас аэропорты, а умножьте это на 20-30, это количество самолетов, которые постоянно летают. С одной стороны, да, нам кажется, что это быстро, но если мы посчитаем все время сборы чемоданов, доездки, сдачи, ожидания, посадка, сети подготовки и так далее, хоть это и самый безопасный транспорт, потому что мы его больше всего проверяют и жестче всего, так скажем, обследуют эти транспортные средства. Эта затрата все равно огромная. С помощью технологии Анатолия Эдуардовича можно двигаться либо немножко медленнее, либо даже можно немножко больше, если говорить о передвижении в фар-вакууме технологии Анатолия Эдуардовича, которую он еще 20 лет назад представлял до полторы тысячи километров в час в разреженной среде. То этот транспорт, в нем нет необходимости. Если есть экологический с лучшими возможностями и, так скажем, эксплуатационными характеристиками, то есть авиатранспорт, его тоже можно заменить. А раз можно заменить, значит, его нужно заменить, потому что он все равно очень вредоносен. Но эти два транспорта не так влиятельны, как железная дорога и автотранспорт. Потому что именно они находятся на первом уровне, на уровне с ограниченной площадью. А нас уже 8 миллиардов человек. По факту на нашей планете может выживать по технологиям Юницкого более 50 миллиардов человек, имея все необходимое, что им нужно. Но та земля, которая сейчас закатана под рельсы, являясь очень опасной и вредоносной ежедневно. И особенно автодороги. Самый опасный вид транспорта сейчас на планете. То есть, представляете, самый вроде бы полезный и мобильный, но он является сейчас самой большой катастрофой, потому что забирает до полтора миллиона жизней в год и еще около 10 миллионов делает инвалидными. То есть, это наш автотранспорт. И он сейчас из-за загруженности дорог, даже в маленьких городах уже мы видим пробки, так скажем, он перестает быть полезным. Скорость средняя снижается, передвижение, трата топлива увеличивается, загазованность увеличивается, эффективность уменьшается, вред увеличивается. То есть, таким способом это одна из главнейших проблем. Почему именно струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Юницкого сейчас самая актуальная технология? Именно потому, что самый большой и полезный эффект на планету, на биосферу, на, так скажем, на финансы принесет именно эта технология вообще в мире. Поэтому именно с этой технологии и решил начать Анатолий Эдуардович Юницкий. И он тогда понимал, что именно с народом, потому что обошел весь мир, и именно с народом мы сможем сделать самый старт всех технологий эко-мира. Ведь нас уже 8 миллиардов человек. И мы уже как единое целое множество людей из разных уголков планеты, с которыми за последних пять лет только я, например, познакомился с этим, тысячи людей со всех континентов, которые, так же, как и я, считают абсолютно нормальным, естественным и желанным, кроме жизни себя и своей семьи, улучшать жизнь всей планеты. И именно таким способом мы уже дошли до 14 из 15 этапов развития. Такое большое движение личное я, ну, именно благостное я вижу в первый раз. Потому что я разговариваю с людьми, понимая, что они отдают частичку себя, частичку своего ресурса, своего времени, своих идей. Но самое главное, наверное, время. То есть время – главный, самый невосполнимый ресурс. И все это во благо всего живого на Земле. Представляете, более 500 тысяч человек. Каждый изучил по-своему и смог сделать собственные выводы. Я надеюсь, у меня получилось объяснить, что транспорт касается каждого. Экологический вопрос тоже касается каждого. Как минимум, уже на вас влияет то, что происходит сейчас на планете. Но как будет влиять на ваших детей, на ваших внуков? То есть необходимо действительно оставить ту планету после себя, на которой хочется родиться. Ведь, как говорит Анатолий Эдуардович, мы берем эту планету не в наследство у наших родителей, а мы берем ее взаймы у наших детей. Как мы будем пользоваться нашей планетой, что с нашей планетой произойдет в наш век, то тот результат мы и оставим нашим детям, которые будут жить на этой же планете. И, можно сказать, от нас зависит в сторону ада или в сторону рая. Мы нашу планету, так скажем, обустраиваем. Почему я говорю такие громкие слова, как ад и рай? Когда я был сейчас в Арабских Эмиратах и вез чешскую делегацию посмотреть и ощутить собственным телом эту технологию в тропическом исполнении, в ВИП-исполнении, наш Юникар. Когда ты едешь по пустыне, в какой-то момент ты видишь барханы, кучу песка, и ты понимаешь, что мертвая, как будто земля. То есть она высушенная и жарко, там множество солей, вездесущий песок. Но когда ты подъезжаешь к нашему ЮЭСТ-центру, и когда ты видишь рядом уже, ты понимаешь, что что-то строится, уникальные линии, такие, то есть все сделано как будто природно. Ты как будто видишь, что это технология, но она как-то очень хорошо ложится. То есть плавно перетекает из безжизненной пустыни в технологию, в то, что создал человек, и сразу же стоит эко-дом. Эко-дом, который полностью цветет цветами и растениями. То есть в пустыне, в безжизненной пустыне Эдемский сад, просто маленький рай. Ты когда подходишь к этому зданию, там все верхушка и внутри здания, и снаружи все стены – это растения. Они принимают на себя, то есть они работают как кондиционер, принимают на себя тепло, развиваются, забирают углекислый газ, дают нам кислород, цветут, благоухают. И ты когда к зданию, к этому, это первый экологически деревянный дом в Объединенных Арабских Эмиратах. То есть разрешили построить только по технологии ЮНИСКОГО. Ты подходишь к нему, там прям дышится по-другому. Заходишь, как в рай, внутрь, в этот дом прилетели птицы поселились, пчелы поселились, то есть улей есть. Понимаете, то есть в пустыне безжизненной от технологии Анатолия Эдуардовича создается жизнь, притягивается и развивается. Поэтому стоит только поизучать видео, вы увидите, как сейчас выглядят экологические дома и уже представлены в Белоруссии эко-дома, которые себя обеспечивают частично. Это потрясающе. Когда у тебя здесь в Белоруссии в гостиной сочный, спелый инжир растет, его прям с дерева снимаешь и можно покушать. То есть это все возможно, это все сейчас проверяется уже, так скажем, из технологий, из чертежей, реализуется, строится, испытывается, демонстрируется и самое главное сертифицируется. То есть вся задача народного финансирования – это построить технологию, какой-то продукт или услугу, все мощности, набрать людей, набрать предзаказы и сертифицировать сам весь процесс, чтобы по всем документам, по нашим бюрократическим законам, это можно было делать во всех, так скажем, уголках планеты. И именно таким способом, дамы и господа, уже сейчас, на 14 этапе, мы уже вышли, можно сказать, на международный рынок, если вы зайдете на unitsky.com, это уже как салон продаж, где вы можете посмотреть разные виды трасс с фотографиями, с полной характеристикой, разные виды транспорта, и где государство, дума или там владельцы корпораций могут уже зайти и подавать заявки на собственные адресные проекты. Поэтому наше производство, три завода, которыми мы уже владеем, они готовы к этому производству, они работают и процесс уже пошел. Эта технология, получается, уже взяла первый адресный проект, это значит в следующем году, по факту уже должно быть в следующем году, в третьей четверти, всем совладельцам данной компании уже будут приходить первые, может быть маленькие еще, но первые дивиденды. Представляете, а это еще мы на 14 этапе. Насколько какие-то из серьезных людей нашего мира, из разных уголков планеты, так скажем, следили за данной технологией и, представляете, еще до завершения всего проекта уже делают первые заказы. То есть они изучили, наверное, весь вопрос, кто бы стал рисковать миллионами или миллиардами долларов. А здесь люди изучили и уже начали сотрудничать и работать. Как сказал один человек, он говорит, в ближайшем будущем у нас будет возможность только где, так скажем, найти, как еще инвестировать в развитие, потому что заказов будет столько, что нужно будет на каждом континенте строить все больше и больше заводов, чтобы успеть выполнять эти заказы по струнному транспорту. И с каждого адресного проекта, с каждого проданного километра, с каждого проданного состава, с каждой провезенной тонны и пассажира абсолютно все участники и совладельцы данной технологии будут получать прибыль, неся пользу как сейчас, так и в будущем. Только дальше уже можно будет, кто не захочет дальше развивать инновационные экологические технологии. Тот может этого и не делать. Но, с другой стороны, сейчас нас уже на первой технологии более полумиллиона человек. Скоро мы станем одной из мощнейших организаций, людей, которые, так скажем, достаточно богаты и образованы как в экологии, как в инновациях, так и в инвестициях. То есть, далее мы просто будем действительно, как когда-то поселил в мою голову мысль Жак Фреско, в будущем мы действительно будем улучшать эту планету, так скажем, совещаясь вместе. Будет множество проектов, где мы можем где-то кого-то, так скажем, лишить голода и сделать так, чтобы у них была еда. Где-то сделать так, чтобы у них была вода. Где-то сделать так, чтобы у них было электричество, либо транспорт, либо дома. Потому что это сообщество сейчас созидательное. Оно собирается и объединяется. Поэтому добро пожаловать в Sky World Community. И я бы хотел представить вам то, как будет выглядеть наш транспорт. Как будет выглядеть наша жизнь уже в ближайшее время. Когда вы попадете в первый раз в экотехнопарк, вы увидите, насколько прекрасно ощущать себя, когда вокруг полная экология. Ты понимаешь, что где-то происходит испытание, где-то строительство, но все, ничего друг другу не мешает. И транспорт рядом, которых много уже, трасс, то есть все передвигается, все работает. Ты понимаешь, мы создали будущее экологическое прямо здесь и сейчас. Поэтому пока вы не попали в Белоруссию, проведу вам такую маленькую экскурсию именно по этому транспорту. По той жизни, которая у нас будет. И не только транспорт, ведь поддается этой философии. Абсолютно каждая технология максимально безопасна, дает максимальные характеристики от себя человеку, не несет вреда окружающему миру и, так скажем, биосфере. И именно технологии, которые освобождают человека, они называются либо закрывающие, либо автономные, автоматические. То есть наши роботы и искусственный интеллект, можно уже настолько прокачать все алгоритмы необходимые и его машинное зрение у данного транспорта и множество датчиков внутри. То есть сам транспорт уже может полностью воспринять всю ситуацию, которая происходит. И при том, что они связаны между собой. То есть технология полностью нас обезопасивает, обволакивает, дает нам полную свободу. Мы кнопку нажали, куда нам нужно приехать, и мы свободны. Хотим, работаем, хотим, отдыхаем. Хотим, общаемся с другими людьми, или можем подремать, или посмотреть в окно на прекрасный вид нашей планеты. Знай, что мы сейчас производим полезную работу по перемещению груза или пассажира из пункта А в пункт Б, и при этом планета никак не страдает от того, что мы делаем. Это потрясающее ощущение иметь нулевой негативный эффект. То есть понимать, что ты как Вселенная, как создатель, созидаешь, создаешь, делаешь лучше, улучшаешь, но не ухудшаешь. Как говорится, первое правило — не навреди. И эти экологические дома и линейные города, которые сейчас уже представляются, то есть даже при том, что не закончен 15-й этап, но уже нет возможности сдерживать, потому что Арабские Эмираты, как минимум, одни из первых, кто досконально изучают технологии Анатолия Эдуардовича и рассматривают внедрение технологий эко-мира в свою среду. Потому что уже познакомились, мы уже, так скажем, первые сотрудничества доказали, как мы работаем, как мы развиваемся, показали, что мы можем и имеем еще более укрепленное сотрудничество и с Дубаем, и с Абудаби, и с Шаржи, то есть со всеми Объединенными Арабскими Эмиратами. И этот транспорт, который сейчас уже появился, он дает невероятные возможности с помощью Анатолия Эдуардовича. То есть уже там поняли, что гениальный инженер делает действительно самые безопасные, самые эффективные и самые экологичные технологии, причем по всем параметрам. Особенно это, заметьте, после награждения Анатолия Эдуардовича на премии мира в Братиславе в 2018 году, в декабре, если не ошибаюсь, где его наградили премией мира не только за струнный транспорт, то есть первую технологию, которую мы сейчас завершаем, а за все технологии эко-мира. Ссылочка есть в чате в Мирополисе, пожалуйста, посмотрите, и вы можете пройти о будущем нашего транспорта. Он как раз, так скажем, презентация, это выступление с этой премией мира в Братиславе в Словакии. И Анатолий Эдуардович не просто так заслужил данную награду, хотя даже не номинировался сам, не знал, просто узнал в какой-то момент, что он номинирован и в итоге приехал и победил там. Ведь люди просмотрели, то есть научное сообщество уже проглядело все его технологии, не только первых, и признало, что они действительно очень полезны, что эти технологии стоят того, чтобы на них обратить внимание и как можно скорее развивать. И Анатолий Эдуардович пришел к этому не простым путем, а в течение всей жизни, уделив всю свою жизнь науке и нашей планете. Как, так скажем, развивать жизнь, созидать, как делать так, чтобы мы в содружестве с нашей планетой жили, в симбиозе, так сказать, помогали друг другу и не вредили друг другу. Именно таким образом он и написал более 20 монографий, более 200 научных работ, создал более 150 изобретений, несколько грантов ООН. То есть человек, который разработал, как мы можем воссоздать все условия биосферы нашей жизни в ближнем и дальнем космосе. И это все есть в технологиях Анатолия Эдуардовича Unitsky.engineer. То есть Unitsky.engineer по-английски. И вы сможете увидеть его работы, начиная с 66-го года, если не ошибаюсь. Его презентации, его научные работы, его изобретения и то, как развивались все технологии эко-мира. Это потрясающее чтиво, потому что изначально, когда я первый раз с этим знакомился, да, мой господин, честно скажу, это было, я верил, я инноватор, я не бракую сразу, я не скептик, но ощущение было, что я читаю фантастику. Но когда я начал видеть формулы, особенно, так скажем, когда у меня есть несколько людей с более высшим образованием, когда мы начали все это дело проверять, смотреть, и оказалось, что все верно. Потом через год я получил книгу Анатолия Эдуардовича, тоже с формулой представления, и мы ее разбирали с друзьями, и получилось, что он в своих книгах прям показывает и рассказывает наглядно. То есть нужно только уделить время и иметь немножко знаний в физике, математике, геометрии, ну и каких-то других науках, чтобы понять, насколько масштабные и серьезные технологии принадлежит Анатолий Эдуардович. И когда все это начинает сращиваться, и сейчас я вижу все, чего он достиг, я понимаю, что он вообще не шутит нигде, ни в одной технологии. И поэтому именно, как он однажды, точнее, не однажды, а множество говорило, мужик сказал, мужик сделал. И объединенные Арабские Эмираты, я заметил, что во всех проектах, которые они участвуют по миру, у них есть четкое направление, они очень серьезные. И тут они сработаются прям прекрасно, потому что вместе у них невероятная скорость развития будет, как мы видим сейчас по нашему Unisky String Technology Innovation Center в Шарже, в Шарже Research Technology Innovation Center. То есть это место в Шарже, где собираются самые лучшие технологии с мира, модернизируются, переводятся в продукт или услугу, и в десятки или сотни раз дороже уже распространяются и расходятся по миру. И мы там, в этом регионе, самые первые, на фасаде, потому что в Шарже наш, так скажем, Эмир Шарже является доктором наук, у него две докторских диссертации защищено, и он как ученый понимает, что делает Unisky, и уже тот транспорт, который ему был представлен, показал, что все довольны, нам дали зеленый свет работать дальше, и сейчас у нас даже, мы участвуем в тендере на официальном уровне с РТА, это Министерство транспорта Дубая. То есть все на официальном уровне, мы сможем представлять, если выиграем, мы сможем строить трассу прямо в Дубае-Марина, прямо в бизнес-центре. И когда видишь визуализацию этого, если вы наберете струнный транспорт для Дубая, вы увидите, что как будто так и должно быть. Ничего вообще удивительного нету в том, что такой транспорт в таком городе. Действительно потрясающее ощущение, когда это видишь. И возможности данной технологии, особенно с данными регионами, ну просто безграничны. Хотя именно для Дубая-Марина эта технология посходит как никогда, потому что, смотрите, это уже существующий город. Многие новые виды транспорта туда не запустишь, потому что инфраструктура не даст. А наш вид транспорта легко интегрируем куда угодно. И поэтому с его возможностями мы можем перемещаться сквозь здания, либо антигравитационный двигатель, это значит сверху здания при очень маленьком весе не будет никаких проблем. Либо проходить сквозь здание, то есть один этаж, он просто вычищается, ставятся наши автоматизированные двери, подходит транспорт, дверца открывается, то есть на здании нет никакого веса, потому что промежуточные опоры стоят вне здания. И получается просто станция. И, скажем, одна так находится, а на другой этаж подходите, там поперечная. То есть как линейный город. Получается, вы всюду можете добраться, либо с одной пересадкой, либо вообще без пересадки. То есть подобные технологии подходят там невероятно здорово. И, как мы видим сейчас, наших три завода, они уже прекрасно работают. Они уже исполняют и стороннюю продукцию, как электромобили. То есть у нас суперпроизводство очень оснащенное, которое действительно уже может справляться с этими, можно сказать, с транспортом будущего. То есть мы можем, мы уже создаем его прямо сейчас, поэтому мы будущее притянули народом, притянули в настоящее. И данная компания, владение людей, она никогда не выйдет в коммерцию. То есть множество стран хотели забрать всю технологию у Анатолия Эдуардовича, и это была бы самая дорогостоящая технология по использованию для потребителя, хотя все остальные традиционные транспорты гораздо дороже и по строительству, и по капитальным затратам, и по эксплуатационным. То есть если дать эту технологию в руки не людей, то тогда цена будет абсолютно не по-человечески. А Анатолий Эдуардович сберег всю технологию, как, наверное, и будущее сбережет, и, можно сказать, люди, народ владеют именно этим самым дорогостоящим и самым перспективным бизнесом в ближайшие сто лет. Поэтому, дамы и господа, развивайтесь, интересуюсь, и вы узнаете так много нового. Ведь уже риски снижились очень-очень сильно, а выгоды остались еще огромные, и у вас есть тысяча, миллион уже аргументов того, как эта компания успешно работает. То есть дойти до 14 этапа из 15, это не так просто. Показать такое количество сертификатов и уже нашей продукции, трасс, транспортов и всей сопрягающей инфраструктуры, это абсолютно непросто. И уже профессифицировать так много, и до завершения проекта, чтобы уже заказы поступили реальные, которые сейчас предпроектные работы делаются, и уже строительные, наверное, где-то начались. То есть это мы узнаем, я думаю, к концу этого года. Поэтому успех и аргументы превозвышают риски и волнение или нежелание изучить или пройти мимо такого проекта. Ведь вы видите, на ваших глазах творится история. И эта история действительно будущее. Ведь, представьте, мы дадим новый пассажирский транспорт, придем в помощь в города, где сейчас все стоит, где мультимиллионники, там 10, 20, 30 миллионов человек. Кусочек небольшой земли, то есть минимальный землеотвод, минимум ресурсов энергии, минимум времени. И у нас есть транспорт, который внутри города ходит 150 км в час, между городами до 600 км в час. И при этом освобождает полностью, ну не полностью, очень сильно помогает загруженности этого города. Без пробок, без загазованности, гораздо чище, экономичнее, экологичнее, безопаснее. То есть и это все делают люди, и этим всем владеют люди. Это то, что необходимо. Те города, где просто нет транспорта, или там, где денег нету построить его, они тоже смогут позволить себе данные технологии. Потому что, еще раз повторю, все традиционные транспорты, все стоят дороже, чем то, что мы предлагаем. При том, что у нас лучшие характеристики, чем у всех традиционных транспортов. Все равно вам придется поизучать и проверить это, чтобы, ну, потому что нельзя пройти мимо такой технологии. Я много раз в своей жизни слышал уже по этому проекту, что говорит, да невозможно, чтобы было все так хорошо. И поэтому я не буду изучать. А когда начинаешь изучать и смотришь на подтверждение, понимая, боже мой, как я мог пройти. Это что, все люди так мимо проходят, потому что не верят, что сами могут что-то влиять, или не верят, что можно такое полезное влияние на себя, других людей и мир нести. Поэтому тот, кто будет изучать, будет вознагражден по полной степени удовольствием, наслаждением, знанием и пользой, которая это принесет. Потому что осталось уже немного. Осталось совсем чуть-чуть времени. Пятнадцатый этап только. Потому что четырнадцатый уже подходит к концу. И понимаете, за пятнадцатый этап каждый человек на этой планете, по моему мнению, хотя бы один раз должен услышать о том, как многого мы достигли, объединившись, чтобы собрать собственные аргументы и решить, будет он участвовать как-то в данной технологии, или пройдет мир. А что с этим миром? Пусть после меня хоть потом. Многие так говорят, и я понимаю, что нет смысла абсолютно спорить. Но я знаю, что все больше и больше людей просыпаются и чувствуют свое влияние. А как вы чувствуете, слышите и видите по нашей сегодняшней встрече, действительно каждый человек теперь может влиять на происходящее в этом мире. Вы можете найти проект или услугу, продукт, который вам больше всего нравится. И уделите тому всего там несколько дней, и все, и больше не уделяйте. Просто помочь развиться. Но я вам говорю о том, что будет останавливаться, и эта польза в течение сотен лет будет приноситься абсолютно всему человечеству, вам и вашей семье, и вашим потомкам. Вот настолько серьезные технологии и настолько большие возможности дает компания SkyWorld Community. И посмотрите на эти транспорты. То есть мы сделали это, оно уже готово. Сейчас уже новые поколения. Это четвертое поколение, скоро будет пятое поколение. Так скажем, происходящее в мире немножко отодвигает некоторые сроки, но при этом несет достаточно большую пользу. И с помощью данного транспорта мы сможем за минимальные деньги, за минимальное время, за минимальные ресурсы планеты заселить всю планету, добираться до туда, куда сейчас нельзя просто добраться на обычном транспорте. И там можно будет спокойно жить со всеми удобствами человека. Потому что с помощью данного транспорта, например, с помощью берельсовой трассы, можно протянуть еще две инфраструктуры, кроме транспорта. Здесь внутри рельсы еще такой канал, и там могут проходить электричество, то есть энергетическая инфраструктура, и информация, интернет. То есть три инфраструктуры вместе. Всюду, куда можно построить этот транспорт. А его можно построить в любых направлениях, потому что он очень просто строится. И сможет строиться с помощью, так скажем, роботов. Транспорт, 600 километров в час, передвижение. Представьте, мы за один день сможем пересекать границу других стран, работать в своей столице, в чужой столице, пересекать несколько стран, делать несколько дел и возвращаться в этот же день к себе домой, к любимой семье, в любимый дом. То есть затрачивая минимум ресурсов и минимум времени. Представьте, как одна трасса, даже такая, купленная государством, насколько она увеличивает возможности всех людей, которые живут в этом регионе. Это тяжело осязать, но я уверен, что люди смогут сделать невероятную пользу через торговлю, невероятную пользу через свою работу ручную, когда им нужно приехать на место, невероятную работу по путешествиям. То есть новые возможности. Действительно, шестой технологический уклад для всей планеты. И самое главное, что это делает сам народ, делает лучшее для себя же. Но перемещение пассажиров, это, конечно, радует все, но давайте посмотрим, что кроме того, что мы делаем самое полезное дело и самую актуальную технологию, перед нами самый дорогостоящий бизнес. Максимально прибыльный. Грузовые перевозки, которые необходимы по всей планете, везде связывать и морской транспорт, с железнодорожным транспортом, и с автотранспортом. С помощью такого транспорта мы сможем изменить, абсолютно изменить цены и скорость, так скажем, доставки наших товаров. Сейчас же эра потребления. И именно в эту эру штучные грузы, сыпучие, жидкие грузы могут перевозиться автономными транспортами, которые идут без остановок, не делают ошибок человеческого фактора. Также на нашу технологию мы перенимаем полностью и все виды контейнеров. То есть все, что у нас возят сейчас, железная дорога, фуры и наш водный транспорт, все сможет возить наш юникон. Причем разного рода контейнеры подходят к этому юникон. И там морские 20-футовые, 40-футовые. То есть максимально гибкая технология, перенимающая уже существующий бизнес, делая его более эффективным, и всю прибыль переводящая самому народу, который же этим и пользуется. Но хочу пометить, именно тому народу, который изучает и становится, так скажем, соучастником революции в технологиях. То есть эволюции в технологиях. Но можно назвать революцией, конечно. И это самый дорогостоящий бизнес. Одна еще из частей которой является разработка месторождений и длинные пути того, то есть там, где не может пройти автотранспорт, либо железный транспорт, там можно перемещать ресурсы нашей планеты во благо людей абсолютно другими способами. То есть Анатолий Эдуардович продумал абсолютно каждый вид проявления человека и создал самые оптимальные технологии, самые разумные. Порты есть технологии для пока еще существующей авиации, именно в том виде, в котором она есть, двигателями внутреннего сгорания. С помощью таких портов на шельфе моря можно невероятно уменьшить цену и строительства и эксплуатации такого рода портов, вообще портов, освободить время, место побережья, потому что так нет необходимости делать, сэкономить невероятное количество ресурсов и более быстрее получать и доставлять грузы. То есть корабль пришел, с него снимают груз, ставят на Unicorn, и Unicorn пошел в тот город, в ту страну, на ту базу распределения, куда это необходимо. То есть с помощью даже только таких портов можно будет делать, так скажем, невероятную прибыль, невероятную пользу и огромную эффективность. Все эти транспортные технологии касаются каждого, и они будут влиять на каждого, так или иначе, и экологическим аспектом, и пространственным, и денежным. Необходимо только понять, что раз мы можем на это влиять, почему бы на это не влиять, почему бы не улучшать это в нужную сторону и еще быть частью этого. Так же, как и по завершению струнных технологий, мы будем развивать экологические дома и их производство, линейные города, в которых жизнь будет в единении с природой, где мы будем использовать максимально все ресурсы, которые дает нам этот мир, в свое благо, и при этом никак не вредить этой планете. Это возможность для каждого человека, дамы и господа. Стоит только зайти на unitsky.engineer, и вы увидите всю серию этих технологий. Либо зайти на YouTube и написать Анатолий Юницкий английскими буквами, и вы увидите фильмы, в которых он рассказывает и четко, детально, объясняет даже с формулами, как, из чего, что строится, в каком мы положении здесь и сейчас, что можно сделать, и что предлагает сделать Анатолий Эдуардович. И вы сразу поймете, насколько серьезен этот человек и насколько необходимо сейчас внимание каждого человека к этой инновационно-экологической сфере. Ведь всюду, куда направлено наше внимание, то и растет. Поэтому, имея множество образований, я понял, что самый актуальный проект, я увидел все аргументы, я понял, что именно этим необходимо заниматься. Нужно просто сделать так, чтобы этот транспорт как можно скорее получил возможность к реализации. И уже, то есть я пришел, когда еще ни один транспорт не ездил, а сейчас у нас уже строятся адресные проекты, я уже ездил на многих видах транспорта и понимаю, что не за горами завершение 15 этапа. И поскольку я владею всеми аргументами за последних 5-6 лет, я понимаю, что каждому человеку хотя бы один раз я должен рассказать, что я узнал, что я увидел. Пускай люди сами решают и, так скажем, берут ответственность на себя, что они будут делать с этой информацией и как они ее используют, просто пройдут мимо, передадут другим людям или начнут изучать дальше, чтобы понять, стоит ли это их внимание, их ресурсов, их времени. Потому что, честно говоря, дамы и господа, как только вы поизучаете, я уверен, что каждый человек, здравомыслящий, имеющий совесть и понимающий, что у них будут дети, и они будут жить в этом мире, который мы после себя оставим. То есть сейчас решается и каждый день, какой мир остается через 20, 30, 40, 50 лет. Поэтому каждый человек, который изучит эту информацию, точно не пройдет мимо и поймет, насколько это важно. Ведь с помощью такой технологии мы можем, так скажем, объять всю планету, потому что это просто струны, предварительно натянутые, минимум ресурса планеты. Корпус рельс, специальный бетон, антикоррозийный, шумопоглощающий, фиксирующий струны, стальная головка рельса и стальное колесо. 99% коэффициент полезного действия. Еще и электромоторы. То есть полная экология, невероятно просто, интегрируема куда угодно, в любую температуру, на любой континент, в любой климат. И мы имеем самый эффективный транспорт в мире. Чудеса, которые создаются именно людьми и продвигаются именно людьми. И уже сейчас мы видим, что Юницкий действительно разработал технологию абсолютно для всех уголков мира. Сейчас, наверное, не хватает только каких-то очень-очень больших перепадов, больше 50-60 градусов, когда трасса будет. То есть что-то такое горное. Потому что в этом сейчас просто нет такого спроса. А весь остальной транспорт, он полностью изобретен. И сверхскоростной изобретен, но еще не сертифицирован. Это будет одна из следующих технологий. Передвижение в фар-вакууме до полторы тысячи километров в час. И мы сможем передвигаться между континентами под водой, между странами и городами. То есть это будет вообще суперускамерение. Транснет, так скажем, всемирная сеть, когда мы сможем на одном виде транспорта, так скажем, струнном транспорте, передвигаться в любые уголки, наши планеты уже не пересаживались на другие виды. А здесь, уже сейчас, мы предоставили и грузовой, и пассажирский, и с большим пассажиропотоком, и с маленьким пассажиропотоком, и для мультимиллионников, и для маленьких городов, и для маленьких деревень, где буквально 100 или меньше человек. Все эти технологии проработаны, разработаны, и большинство из них сертифицировано. Именно поэтому они сейчас и строятся. То есть будущее, будущее, которое мы 20-30 лет назад видели в фантастике, сейчас создается именно людьми, именно самим народом. Очень приятно это осознавать, очень приятно осознавать, что мы будем в полной безопасности, что у нас технология, забирающая от нас, то есть нам не нужно будет тратить время на руление, не будет человеческого фактора. Мы сели в транспорт, и все. И мы свободны, мы отдыхаем, работаем, и это настолько здорово, потому что есть время творить и созидать. Хотя, так скажем, это как и наш телефон. Это полуандроид, так скажем, с искусственным интеллектом, работающий по алгоритмам, связанные все транспорты между собой, с каждой пранкерной промежуточной опорой, с каждой станцией. То есть это единая система, которая будет выполнять наши действия, а мы при этом свободны и максимально безопасны. Именно такие закрывающие технологии, автоматизированные, смогут сдать абсолютно новый мир человеку, освободить его голову от ненужных или рутинных действий, потому что эти технологии, и это, так скажем, направление прослеживается во всех технологиях эко-мира, которые создал Анатолий Эдуардович Юницкий. И с помощью таких, так скажем, интеллектуальных возможностей наших компьютеров, наших роботов, мы, так скажем, в полной безопасности, потому что все, что происходит вокруг нас, изучается, замеряется и предпринимаются уже определенные действия, в которые алгоритмы вложены. То есть, если одно транспортное средство решает, что ему нужно затормозить, потому что что-то там, какое-то препятствие появилось, либо что-то еще, все транспорты и вся система будет действовать сообща. Также и даже в маленьком транспортном средстве более 250 датчиков, которые следят за, так скажем, безопасностью и комфортом всех пассажиров, даже в маленьком транспортном средстве. То есть, все продумано до мелочей. И сейчас, катаясь в Арабских Эмиратах на этом транспорте, я увидел, насколько, насколько до мелочей. То есть, действительно, как будто попадаешь в будущее. Но после в Дубае проходила Экспо 2020, крупнейшая выставка инновационная, и увидев, что там представляют, я понимаю, что именно на этом уровне сейчас весь мир находится. Просто нужно выбраться из своей страны, из провинции на какую-нибудь масштабную международную выставку типа Экспо, и тогда реально понимаешь, какие возможности сейчас есть у человечества, на каком уровне мы сейчас можем жить. Главное, чтобы это не переходило в коммерцию. Тогда у большинства людей были бы максимум тех технологий, которые им действительно необходимы для жизни. и данное, так скажем, данное транспортное средство, как я говорил в начале, что именно первый уровень освободить надо, и именно автотранспорт и железную дорогу, это самый безопасный вид транспорта, который спасет за сотню лет миллиарды. Миллиарды людей, более 100 миллиардов оставят здоровыми, а более 10 миллиардов, даже 15 миллиардов оставят в живых. просто, если этим транспортом помогать существующему, а дальше все пройдет очень просто. Когда это был пейджер, потом появился смартфон, и люди перешли с пейджера на смартфон, потому что он удобнее, там больше функций, их не нужно было убеждать, они делают это сами. Поэтому главное инноваторы, которые понимают сейчас, что нужно предоставить всем остальным людям в мире возможность лицезреть и выбрать лучшее, что создается так скажем единым человеческим полем. Потому что, дамы и господа, сейчас те, кто видит это, те, кто смотрит это, именно вами и происходит рост этой планеты, рост технологий, потому что вы именно те деятели, которые вкладывают свое внимание и энергию, чтобы узнать новое и сделать этот мир лучше. спасибо вам за это большое. Данная технология Unisky Stream Technology, народная технология, которая подходит к завершению. Пожалуйста, расскажите людям о том, что вы увидели, расскажите людям о том, что вы узнали, ведь перед вами будущее в настоящем, созданное людьми и предоставленное на ускорение и поддержание абсолютно любому человеку, из любой страны, с любым языком, с любым менталитетом, потому что есть общие ценности у людей, и не в зависимости от того, что у африканцев, у европейцев или людей из Азии разные могут быть какие-то представления о жизни, тем не менее есть что-то более важное объединяющее, что позволяет вкладывать в свое время такой важный ресурс и другие виды ресурсов в развитие данной технологии. Мы делаем лучшее для себя же, и это касается каждого. Надеюсь, у меня получилось рассказать и объяснить, что это действительно так. И не забывайте, нас 8 миллиардов человек. Мы можем менять все в этом мире, особенно сейчас, в 21 веке. Поэтому технология настолько важна была, что во все последние годы, когда передвижение было не такое простое, люди, представители разных стран приезжали в Белоруссию, в Объединенные Арабские Эмираты, не взирая ни на какие запреты, чтобы узнать, как продвигаются наши успехи. потому что, видимо, ждали и не терпится уже работать с такими передовыми технологиями. Вы поймете, в чем важность, если представите, как две соседних страны, в одной из которых построили такие трассы и такой транспорт, где внутри города передвигается 150 км в час, а между городами до 600 км в час. Представьте, как даже за один год экономика одного по отношению к другому вырастет. И многие страны это понимают, и особенно, мне кажется, это понимают Объединенные Арабские Эмираты, потому что именно там такое серьезное сотрудничество, особенно после того, как мы предоставили, прошли сертификацию нашего одного из тропических транспортов, что является огромной, знаменательной датой для всего мира и для всех совладельцев. Ведь в Арабских Эмиратах на международном уровне, то есть это там самые высшие стандарты, которым мы соответствуем на официальном уровне. И это доказывает, что действительно технология серьезная, выводится серьезным образом и действительно подходит к своему завершению. Поэтому, дамы и господа, каждый должен иметь собственные аргументы и понять, что мы создаем самый инновационный надземный, самый скоростной, самый безопасный и самый экономичный, самый легко интегрируемый и самый экологически чистый. Самый-самый-самый, дамы и господа, транспорт, транспортную инфраструктуру, которая будет являться владением самого народа и будет развиваться так и дальше с компанией Sky World Community. Пока 14 этап и у нас еще есть 15 этап. Расскажите о том, что вы увидели, приглашайте на презентацию, посмотрите, пожалуйста, видео, которые есть в чате в Мирополисе, которые я для вас представил. Ведь только изучением информации вы сможете понять, что это действительно достойно внимания, что это действительно реально, и ваша польза и влияние на этот мир, они будут безграничны. Потому что именно здесь все люди и понимают, что мы действительно меняем весь мир. И спасибо большое интернету за то, что у нас есть возможность с вами сидеть и общаться и передавать эти знания. Сейчас перед нами только стоит вопрос, какой мир и как скоро мы хотим увидеть в ближайшие десятилетия. Я очень хочу увидеть мир вот такой. Я хочу, чтобы в наших городах было меньше транспорта, а был транспорт вот такой. Чтобы освобожденное пространство, так скажем, асфальт, который поднят и там, где была мертвая земля, не дающая ни плодов, ни кислорода, были зеленые сады плодовые прямо внутри нашего города. Ведь мы переходим на двигатели электро, двигатели внутреннего сгорания уходят и скоро в наших городах можно будет действительно дышать. И если на улице будут плодовые деревья, мы сможем кушать эти продукции. Представляете, город, который весь цветет, весь в цветах и много плодов. Если сейчас это не совсем кажется реальностью, то побывав в экотехнопарке, вы поймете, насколько это возможно. И поэтому тот мир, который вы хотите видеть, сейчас вы можете приблизить к себе. Потому что люди сделали за несколько лет вот это. Представляете, когда у нас будет миллион, два, десять миллионов. Мы сможем в течение года запускать международные проекты, улучшающие мир во всю, так скажем, во всю силу. И именно с компанией Sky World Community это будет возможно. Компания, которая в такое непростое время дает возможность абсолютно любому человеку, с любого континента, из любой страны, с любым образованием, разговаривающим на своем языке, делать созидательную деятельность, создавая инновационные экологические технологии, улучшать этот мир и получать вознаграждение за собственный труд без ограничений. Где сейчас такое возможно? Поэтому, дамы и господа, не проходите мимо и развивайтесь, интересуясь, потому что эти возможности сейчас на данном проекте струнного транспорта второго уровня, они уже заканчиваются, потому что мы скоро уже закончим 15 этап и выйдем на самофинансирование. И тогда уже будут новые проекты, которые будут развиваться по-новому, с новыми условиями и так далее. Но сейчас первый, самый важный, самый главный на финишной стадии развития. Хотите видеть мир таким безопасным, чистым, который приносит вам огромную пользу, так же, как и пользу миру? У всех есть 15 этап, чтобы поделиться информацией с друзьями и раздать информацию во все страны, потому что мы работаем на 25 языках, больше двух стран мира. Самый, так скажем, взрослый человек, который поддержал эту технологию, ему 105 лет. И есть даже регистрация и поддержка из Арктики. То есть это самый, что ни на есть, планетарный проект и международный проект, который развивается обычными людьми, такими, как я. С вами был Артем Квырбанов. Из города Даукпелс, из Латвии. И я желаю вам, чтобы мир вокруг вас развивался и улучшался. Будьте в благополучии и изобилии. Дышите лучше и будьте здоровы. И, конечно же, благодарю вас за внимание. Как я уже сегодня говорил, ваше направление, ваше внимание было направлено сюда, значит, именно здесь и произошел рост в нашем мире. Будьте здоровы и до новых встреч. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их. Я постараюсь ответить на них на следующем вебинаре. Улыбок вам и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова